Итоги недели подведем сегодня вместе в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Жара накрыла Алтайский край после холодного мая. В выходные в регионе будет настоящее пекло. До 35 и выше, обещают синоптики. Хочется напомнить, чего не стоит делать в жаркую погоду. Например, заниматься спортом рекомендуется только утром и вечером. Впрочем, как и физически работать на дачах, особенно пожилым людям. Стоит исключить тяжелую, острую и жирную пищу. Нельзя купаться в холодных источниках и водоемах, тем более, что официально купание еще запрещено. Ну и, конечно, алкоголь в жару, по словам медиков, необходимо исключить. А вот воду, правда, не ледяную пить, напротив, рекомендуется. Продолжу. Необычный товар. На этой неделе распаковывали под десятками фото и видеокамер. В Барнауле сняли пленку с белорусского трамвая модели 802Е. Это первые из десяти вагонов нового поколения, которые пополнят трамвайный автопарк краевой столицы. Полиэтилен потихоньку надо снимать. А что его потихоньку? А чтобы пыль не эта самая. Новый вагон низкопольный. У него четыре двери, а не три, как привыкли барнаульцы. Это значит, что входить и выходить пассажирам будет легче и быстрее. А пропускная способность трамвая должна вырасти. В трамвае 34 сидячих места, стоя он вместит 150 человек. Вагон, произведенный в Белоруссии, доставили в Барнаул по контракту Краевого Минтранса. Общей суммой больше 700 миллионов рублей. По документу к нам должны были приехать 10 новых вагонов до 1 апреля, но сейчас конец мая и это лишь первая поставка. План изменился, когда белорусскому поставщику стало сложнее проводить платежи и поставлять комплектующие из-за мировой экономической ситуации. Но, по заверению специалистов, ведомство держит ситуацию на контроле. Сейчас современный вагон находится в третьем депо. Когда он встанет на рельсы, пока неизвестно. Продолжение дорожной темы. Расширить южный тракт на подъезде к месту реконструкции и развязки на Зминогорском тракте планируется в ближайшее время. Вопрос обсуждают представители Алтай-Автодора и ГИБДД. В прошлые выходные здесь перенесли кольцо и горожане писали в соцсетях о пробке с Южного в сторону центра города. Почему пришлось немного скорректировать движение, что сейчас происходит за забором стройки и что еще планируют, чтобы в этом месте избежать заторов в нашем сюжете. Сегодня побыстрее до развязки, наверное, не 40 минут, как вчера, минут 10, наверное. Из-за строительства новой развязки на Зминогорском тракте пришлось изменить схему движения. Старое кольцо передвинули на 40 метров. Именно на этом месте появится конструкция железобетонного путепровода номер один – составная часть будущего тоннеля. Подрядчик уже вовсю работает за забором на территории временного строительного городка. Сейчас здесь готовятся к переносу систем напорной канализации и газопровода. Закупают основные материалы, колодцы, трубы. По ходу работ пришлось внести коррективы в движение, перенести кольцо. Раньше его проезжали, большегрузы и так далее. И, по сути, своими колесами заезжали на обочину, на какую-то газонную часть, для бы срезать путь движения. Сейчас, когда забор поставили, немного уменьшился для того, чтобы заходили. И, по сути, сейчас там грузовик, дальномер занимает, там две полосы. Количество полос не изменилось. Движение, по сути, осталось прежним, как на старом кольце, подчеркивает эксперт. Подумали и о пешеходах. Их маршрут указан на остановочных павильонах. Такая схема дорожного движения будет действовать до конца 2023 года. Чтобы максимально избежать пробок, планируют внести еще некоторые коррективы. Сейчас устроена дополнительная полоса движения, устраивается в районе КП. Разобрали сейчас тротуар, устроили щедо ночной подготовки. В ближайшее время, как позволит погода, мы заасфальтируем этот участок дороги. Весь транзит в город Барнаул, как бы, минуя кольцо, мы ее попробуем деленаторами выделить, чтобы они правилами кольца не пользовались и целиком проходили сюда, в город Барнаул. Чтобы максимально разгрузить трафик, эксперты совместно с ГИБДД рассматривают возможность добавления еще одной полосы движения на Южном тракте. Добиться этого хотят путем сужения строительной площадки. Но не дальше, чем опора линии освещения. Этого должно быть достаточно, чтобы организовать две полосы движения шириной по 3 метра. Предположительно, весной 2024 года в связи со следующим этапом строительства развязки появится другая схема движения, которые уже разрабатывают совместно с техническим вузом. Напомним, новая развязка будет состоять из трех уровней. Тоннель, вот это будет одностороннее движение, одна полоса по тоннелю, и она пошла сразу на Змеиногорск. Тоннель первый уровень, круговой перекресток Змеиногорского и Южного трактов второй, а путепровод, соединяющий шоссе, ленточный бор с трассой А322-3. По словам экспертов, конфликтных точек пересечения транспортных потоков не будет. А пока нужно привыкнуть и перетерпеть временные неудобства. Строительство планируют завершить к концу 2024 года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. В Барнауле открыли филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». На этой неделе такие центры появились во всех регионах страны. Учреждения создают, чтобы участники СВО или их родные могли получить все необходимые консультации и помощь в одном месте. Анастасия Дороган с подробностями. Наталья потеряла мужа год назад. Кадровый офицер не вернулся в феврале 2022-го. Ей одной с двумя детьми пришлось привыкать жить заново и решать проблемы на ходу. И тогда мы одни из первых были. Это было очень тяжело. Мы не знали, куда пойти. В трагичный и сложный момент семьи не должны оставаться одни. Помощь нужна и когда все живы. И бойцам, и их родным. Для этого в регионах России открывают филиалы фонда поддержки участников СВО. Алтайский центр появился одним из первых. Потому что частенько для того, чтобы какой-то конкретный вопрос решить, надо соединить деятельность разных ведомств. Иногда разного даже уровня. Где-то и федеральных, и местных, и вместе. Все это отработать. На краевом уровне есть такая координационная межведомственная комиссия. Она работает в муниципалитетах. Такая работа организована. Но я убежден, что деятельность фонда, она будет, конечно, наиболее максимально, наверное, будет эффективна. Будут заботиться о всех людях, о всех ребятах, которые придут с операцией. И у них будет стоять уже дойти до каждой семьи, узнать проблему каждой семьи. И максимально, совместно, быстро, оперативно решить все вопросы. Это миссия социальных координаторов, особых кураторов семей бойцов СВО. В филиале свои социальные работники. На Алтае действует больше 30 мер поддержки. А в режиме одного окна можно поговорить насчет реабилитации, переобучения, трудоустройства или положенных льгот. В основном это компенсации на коммунальные услуги у нас оформляют, ежемесячные денежные выплаты. У них такая определенная степень незнания. Рассиренность. Да. Бюрократическое поле, куча документов. Надо собрать, подготовить, чтобы получить медицинскую помощь, социальную поддержку. Для всех желающих открыта комната группового общения, где выговариваются, выплескивают эмоции в творчестве, находят соратников. Он уходит в себя и потом начинает творить всякие глупости. А когда вместе есть общий интерес, он начинает думать дальше про жизнь, как ему сложить жизнь. Психологическая поддержка – особая функция. Справляться с реальностью помогает в нескольких кабинетах. Помощь требуется часто. Боевые действия накладывают отпечаток. Находился на передней зоне. То есть там команда пришла и все, поехали. У вас был шок? В первое время, конечно, но опять же недолго. То есть ты понимал, что если ты этого не сделаешь, то сделают враги. Но чувство страха постоянно присутствовало? Да. Постоянно? Постоянно. Кем я был до? Прежде всего, учителем истории, тренером в прошлом году. Просто, в принципе, сыном своих родителей. В прошлом году специалисты различных ведомств нашли решение более двум тысячам обращений участников спецоперации и их родных. Им оказали поддержку на сумму полтора миллиарда рублей. С открытием филиала, где все специалисты собраны в одном месте, оказание всесторонней помощи будет еще более быстрым и эффективным. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Между тем, в Барнауле на базе военно-исторического отдела Краевического музея планируют создать экспозицию, посвященную событиям СВО и подвигам ее участников. Проект реализуют по поручению президента России. Сейчас здание находится на реконструкции после пожара. На каком этапе ремонтные работы, как скоро откроют экспозицию и какие экспонаты планируют там разместить, выясняла Юлия Щепина. Работы по созданию экспозиции, посвященной СВО, начнутся в следующем году. Причем это будет не отдельный музей, а лишь экспозиция в составе всем известного военно-исторического отдела Краевического музея, рассказывает директор Наталья Вакалова. Причем, несмотря на название, посвящена она будет только Донецкой Народной Республике. Мы должны рассказать об истории Донецкой Народной Республики, начиная с рубежа 19-го, начала 20-го века, о 90-х годах и начала 21-го века. И, безусловно, туда войдут персональные, личные вещи участников СВО. Задачи по созданию экспозиции были предоставлены президентом, причем довольно подробные. В экспозиции необходимо отразить причины начала СВО, основные ее события, героев, волонтеров, гуманитарную помощь бойцам. Обязательно должен быть интерактив, чтобы дети могли видеть всех участников. То есть, смотрите, из писем создается вот такая большая стена. Какая-то часть экспозиции будет стационарной, какая-то будет меняться. Героев много и показать всех сложно. Сейчас сотрудники музея связываются с семьями погибших и пытаются найти их вещи. Сегодня, к сожалению, Краевический музей не располагает еще материалами, связанные с СВО. И я думаю, что многие догадываются по причине. Нам очень важно отразить, кто что сформировало героя как личность. По мнению Натальи Вакаловой, в дальнейшем экспозиция будет расти и пополняться материалами других, новых территорий. Экспозицию, посвященную СВО, планируют разместить в Музее военной истории. Наряду с экспозициями времен Великой Отечественной, Чеченской и Афганских войн. Сейчас тут ведутся ремонтные работы. Напомним, здание серьезно пострадало от пожара в 2018 году. И долгое время находилось на консервации. Вообще, после пожара сильно здание пострадало? Горел тот корпус. В основном там пострадало. Ну, не так, что прям сильно. Вообще, пострадало, скорее всего, от недостаточного ухода. Спрогнозировать продолжительность строительства сложно, говорит эксперт. Какие-то работы приходится проводить по факту вскрытия стен. Здесь ведется комплекс восстановительных работ. Это усиление, восстановление фундаментов, инъекцирование, что на данный момент происходит. Восстановление стен, декоративная кладка кирпича. Собственно, кровельные работы начались, приступили. Внутри идет тоже восстановление сводов, стен. Кирпич с этого же здания, из подвала, изнутри демонтажной работы производили. Его аккуратно вынимают, очищают. И потом его же используют обратно. Здание 1907 года постройки исторически восстановят полностью. Повторят фактуру, деревянные карнизы, кровлю с декоративными стоечками. Согласно предварительным планам, стройка должна завершиться в начале следующего года. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. На этой неделе началось календарное лето, а вместе с ним наступил и День защиты детей. В честь праздника в Барнауле провели больше 60 мероприятий. Викторины, концерты, веселые старты, мастер-классы прошли почти во всех городских парках. Все для того, чтобы дети могли получить эмоциональную разгрузку, забыть об учебе и настроиться на летние каникулы. А мы просили несколько юных горожан, чтобы понять, что для них самих значит праздник 1 июня. Это праздник, когда детям дарят подарки, когда их не обижают. А тебя кто-то обижает? Да, в детстве меня обижали. Кто? Кто-нибудь, я не помню. Ну и правильно, обидчиков не надо запоминать. Ну то если что говорим, разберемся. Для меня это лучший праздник веры, как мой день рождения. Это почему? Потому что подарки дарят? Нет. Почему? Ну потому что первый день лето. Можно покупаться где-нибудь в бассейне, например. Что бы ты хотела получить? Давай прям маме говори. Не знаю. Ну все-таки, ну что-то же хочется. Ну если бы у меня была мама миллионер, я бы попросила айфон 14 про макс. Если бы у меня мама была миллионером, я бы попросила то же самое. Я летом поеду в Сэншай. А, ну я так понимаю, это и есть подарок для Дню защиты детей. А что это за место? Сэншай это где мы будем изучать подробнее английский, и туда приезжают люди, которые уже родились с английским языком. А ты родилась с английским языком? Нет, я родилась с русским языком. У меня, я еще и изучаю китайский язык, английский и русский. Вау, а можешь что-нибудь на китайском сказать? Ни хао. Ни хао, это что? Здравствуйте. Ну какую-нибудь фразу вот на английском, там, hello, my name is Katya. Ни хао. Как бы ты его нарисовала, этот праздник? Ну я бы нарисовала детей. Детей? Да. Радостных, счастливых? Да. А ты радостный, счастливый ребенок? Ну да. И все же праздник называется День защиты детей. От кого и от чего их сейчас нужно защищать? Моя коллега Ирина Корчагина говорила сегодня с Анной Паутовой, председателем Краевого совета родительской общественности. Известный журналист Михаил Кожухов считает, что сегодня главная задача родителей – это отгородить детей от трех «не». Не ответственность, необязательность и невзрослость. В плане того, что ребенок, например, всегда находится под опекой родителей и не может самостоятельно принимать даже какие-то самые простые решения. Вы с этим согласны или у вас какое-то свое мнение на этот счет? Скорее соглашусь. Дело в том, что у нас вот в педагогической, психологической среде даже термин сейчас такой новый появился – родители консервы. Это мы называем таких родителей, которые готовы заключить детей в такую жестяную прям консервную банку и оградить их вообще от всего, от мира, от жизни, от забот, от хлопот, от каких-то тревог и беспокойств. И, в общем, тем самым оказывая им далеко не самую хорошую с точки зрения их будущей жизни услугу. Когда тебе 35, и ты еще не чувствуешь себя взрослым человеком, и это сейчас история такая совершенно сплошь и рядом. Хочу то, хочу это, здесь попробую, тут побуду, там поделаю. То есть это сложно для будущей жизни, потому что у человека нет опоры. То есть все-таки, мне кажется, стержень деформируется. Тут еще важно, понимаете, это такой же обоюдный процесс. Еще и родителям нужно быть готовым отпустить ребенка из гнезда. Никогда общество человеческое не было таким детоцентричным, каким оно стало сейчас. И, конечно, будут меняться подходы, конечно, что-то изменится. И мы сейчас с вами вот в процессе этих перемен. И сказать, как правильно, никто вам не сможет. Воспитание ведь это вообще такой процесс, понимаете? Мы воспитываем сейчас, а результат можем увидеть через 10-20 лет, да? Поэтому, ну, тут не бывает готовых рецептов. У нас сейчас, на самом деле, задача умножилась на два, потому что если раньше, ну, как бы нам было сложно с теми родителями, которые, ну, причиняют детям моральные и физические страдания, ну, такие понятные нам, да, там, ну, применяют там физические методы воздействия, да, там, бьют, ну, и, не знаю, наказывают, лишают там чего-то такого, что является угрозой для жизни и здоровья, да, не кормят там, не одевают. Ну, вот такие, да, родители. То сейчас у нас есть еще противоположный полюс появился, и это тоже сложно, когда пере, да, когда гиперопека, когда слишком забота, когда вот это все. Это тоже сложно. Тема буллинга сегодня у нас тоже не теряет своей актуальности, в том числе и в Алтайском крае. Когда родитель должен понимать, что надо уже защищать ребенка от детей, от одноклассников? Безусловно, одно. Ребенка желательно не оставлять наедине, ну, как бы, с какой-то ситуацией, вот, дискомфорта в общении, если мы видим признаки, что он сам не может с этим справиться. Признаки, на самом деле, очень простые. Признаки стресса у ребенка – это, ну, любые резкие изменения поведения, да, то есть, там, хорошо ел – перестал, нормально спал – начались проблемы. Задача родителя – чуткого, внимательного, взрослого, поддерживающего, да, ну, попытаться выйти на диалог и все-таки понять, что происходит с ребенком, нужна ли ему помощь. Не всегда вмешательство – это вмешательство в прямом смысле слова, да, то есть, чтобы вы пошли на разборки, да, вместе или там отдельно вообще. Иногда это просто какой-то совет и поддержка, и даже если вы не можете ничего посоветовать, сказать, знаешь, что я не знаю, как поступить в этой ситуации, да, но, ну, давай вместе подумаем, вот, там, почитаем, поищем что-то еще. То есть это тоже поддержка, понимаете, это тоже помощь. Мы сегодня живем в современном цифровом мире, поэтому очень много споров на тему компьютеров и гаджетов. Разрешать или не разрешать? Так вот, надо ли от них защищать детей? Это такой момент, когда нужно понять, что ко всему мы относимся без фанатизма. Мы живем в цифровой реальности, ничего с этим уже мы поделать в данный момент не сможем. Единственное, что нас спасет – это рубильник. Ну, как бы, все остальное бесполезно. То есть, и опять же, задача родителей – не забирать там телефоны, не там ограничивать что-то, а научить ребенка в этой цифровой среде жить. Правильно реагировать на новости, где-то, может быть, отфильтровать контент, да, у самых маленьких, да, то есть сформировать критическое мышление. Я считаю, что нужно договариваться и ограничивать время пользования телефоном, потому что дети сидят в них ночами, вот это все, то есть это тоже, да. И знаете, что еще важно? С точки зрения безопасности. Сейчас вот эта телефонная история, она как бы, ну, то есть там предлагается детям работа, и дети вовлекаются в множество противоправных действий именно через вот интернет, да, не только телефоны, это касается и компьютера, ну, то есть через сеть интернета они вовлекаются и в наркоторговлю, и в что только они вовлекаются, да, и в террористическую деятельность. И вот в этом смысле тоже, мне кажется, родителям очень важно разговаривать об этом. Всевозможные виды мошенничества, да, о которых мы говорим, всевозможные виды, ну, когда там просят присылать какие-то фотографии, там, и так далее, да, то есть это все тоже, это новый вид опасности для наших детей, которого раньше в природе не существовало, и здесь нам, взрослым, тоже учиться и учиться. Они же тоже, ну, как бы подростки, особенно, да я справлюсь, да я сам умный, да, сама там все знаю, что вот тут это самое, но тем не менее не нужно на это вестись, нужно повторять и рассказывать, и каждое лето напоминать, и купаться там, и на велосипеде не выезжать, то есть, ну, такая вот наша родительская судьба, да, то есть, и не упускать эти вещи очень важно. Уже 9 июня в Барнауле стартует первый сезон в детских оздоровительных лагерях. В этот день ребята заедут в лагерь дружных, следом откроются и остальные, медвежонок, сосничок, звездный парус. Последними 16 июня смены откроются в Спутнике-2 и Маяке. В большей части лагерей запланировано 3 смены по 2 недели. Медвежонок готов принять школьников на 4. В среднем путевка в загородный лагерь обошлась родителям в 26,5 тысяч. Многим удалось получить компенсацию за путевку. Более 20 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях краевой столицы. Смены открыли с началом лета, и дети уже активно проводят досуг, совмещая его с познавательными занятиями. Подробности в сюжете. Это пришкольный лагерь 78-й Барнаульской школы. А всего в Барнауле их открылось 86. Отдохнут там больше 20 тысяч ребят. Причем отдых самый разнообразный. Тут к нам приезжала Розочка, мы с ней играли. Это аниматор был. Играем в волейбол и на скакалке поиграем. Душообразные игры. Мне нравится, я постоянно рисую, и здесь много увлекательных программ. Очень нравится гулять вместе со всеми отрядами. Сопровождают ребят и придумывают им развлечения вожатые, школьники старших классов и ребята из вузов, которые проходят летнюю практику. Сегодня уже дети у нас нарисовали, у нас вообще тема природы. Дети нарисовали рисунки на тему природы, мы их вывестили. И дальше у нас будет викторина по теме природы и игра. Для малышей смена продлится 21 день. Есть площадки и для ребят постарше, и для подростков. На сегодняшний момент в лагерях во всю идут смены с организацией одноразового, двухразового питания. Для ребятишек подготовлена очень насыщенная программа. Стоимость смены варьируется от 5 до 7,5 тысяч, в зависимости от того, какие мероприятия каждый лагерь включит. Стоимость отдыха в этом году подросла примерно на 1,5-2 тысячи рублей. Специалист объясняет это увеличением цен на питание, да и досуг подорожал. В этом году мы трижды посетим бассейн с ребятами. Четыре раза у нас будут выходы в наши театры городские. Сегодня, допустим, у нас пришли гости, артисты. Они развлекают наших детей здесь, на нашей площадке. Площадки самые разнообразные. Эрудиты готовятся к экзаменам, орлята России занимаются патриотическим воспитанием. Есть и специальная площадка «Сильные люди» для подростков, находящихся на различных видах учета. С ними также проводят профилактические встречи и беседы на правовые темы. Такой лагерь действует уже более 10 лет. Такой положительный момент. Дети, которые охвачены вот этими формами занятостей в летний период времени, преступлений и антиобщественные действия не совершают. Вот это вот большой плюс. Добавим, с 9 июня начинаются первые заезды в детские оздоровительные лагеря. В них за летний сезон планируют отдохнуть около 4 тысяч детей. Юлия Щепина, Данил Кузнецов. День с толком. С нового учебного года в школах Алтайского края, как и по всей стране, должны вернуть серебряные медали. Напомним, уже 10 лет выпускники получают только золотые. Почему было решено вернуться к прошлому, а также какие льготы могут ожидать серебряного медалиста, расскажем в сюжете. Вот так выглядела медаль в 1989 году. Юлия Галкина по специальности учитель русского языка. В аттестате у нее была всего лишь одна четверка по математике. Противоположная ситуация у ее коллеги. Она математика, школу окончила с одной четверкой по литературе. Обе серебряные медалистки. И обеим до сих пор обидно, что не дотянули до золота. Хотя в свое время разницы между медалями не было. Они давали одинаковые льготы. Мне достаточно было из четырех экзаменов высшего учебного заведения, которые я выбирала, сдать первый на отлично. И я освобождалась от трех других. Поэтому в моем случае все сложилось. Действительно, экзамен я первый сдала на оценку отлично. И, в общем-то, поступила в Барнаульский государственный педагогический институт. Отбор на медаль был серьезный. Сначала школа определяла медалиста. Потом уже краевая медальная комиссия должна была одобрить кандидатуру. В моем случае, да, тоже получена серебряная медаль. Наш учитель, который обилам, сказала, что я ухожу из школы. И мне просто заниматься в дальнейшем продвижением работы в городе и крае нет возможности. Потому что я уже трудоустроена, у меня другое место работы. Поэтому у меня, кстати, одна четверка. Еще совсем недавно за серебряную медаль в некоторых вузах прибавляли баллы. Плюс медалист имел преимущество при одинаковых результатах ЕГЭ. Также студент получал повышенную стипендию. Но с 2014 года школы больше не выдают серебряные медали. Сегодня есть один знак отличия за особые успехи в учении. Но, по сути, те же золотые медали. На нее могут претендовать только абсолютные отличники. Очень много было негативного среди родительской общественности, когда действительно дети, заканчивающие школу с одной четверкой, или даже в аттестате у них одни пятерки, но только в определенном полугодии была одна четверка, ребенок уже терял право иметь эту медаль. Вернуть серебро с нового учебного года предложил министр образования России Сергей Кравцов. Так, школьник будет иметь право на две четверки в каждом полугодии и не более двух четверок среди годовых оценок в 10 и 11 классах. Кроме того, выпускнику нужно подтвердить свои знания на ЕГЭ. Количество баллов должно быть выше минимального порога. Юлия Галкина, как директор школы, такой возврат к прошлому одобряет. Ведь иногда ученика от золотой медали отделяет всего лишь один шаг – внезапная болезнь, смена школы или учителя. Неважно, золотая это медаль или серебряная, важно, что имя твое, как ученика, все-таки было вписано красивыми буквами в историю, в частности, моей школы. Ирина Корчагина, Егор Волков, День с толком. Продолжим. Днем преодолевает полосу препятствий. Вечером вальсирует сотрудник отдела специального назначения «Легион». Готовится ко всероссийскому конкурсу «ВИВАТ-офицеры». Алексей Откидович вошел в список лучших сотрудников уголовно-исполнительной системы и будет представлять наш регион на федеральном конкурсе в Казани. Подробнее обо всех нюансах подготовки расскажет Валентина Аскерова. Сколько раз в неделю нужно качать пресс, чтобы кубики были? Если честно, я вообще его не качаю. Они сами так у меня поддерживаются. Поддерживаются и выделяются. Кубики есть, выносливость тоже. Поверим на слово и проверим на деле. В уголовно-исполнительной системе Алексей Откидович служит 9 лет. Ежедневно оттачивает боевую подготовку, чтобы в случае бунта в колонии мгновенно пресечь. А еще исполняет мечты особенных малышей. Катает их на БТР, показывает, как обезоруживать беглецов. В нашей стране очень много таких детей. И надо давать им возможность в том, чтобы они были полноценными, не чувствовали себя в чем-то обделенными. Каждый по возможности может помочь таким детям в развитии, чтобы они продолжали жить и радоваться этой жизни. От тяжелой работы к легким па. После боевой подготовки Алексей отправляется на паркет. Кружит в вальсе партнершу. Пара готовится ко всероссийскому конкурсу «Виват офицеры». Когда бальсируешь, какие ощущения в процессе? О, это жесткие ощущения. Когда я танцую, я чувствую себя свободно. Свободно, раскованно. Когда человек раскован и свободен, он получает удовольствие, наслаждение жизнью. Опыт у Алексея имеется. С первого класса занимался русскими народными танцами. Венский вальс покоряется легко. Жюри из Москвы определяло 12 лучших из всех регионов нашей страны. И вот я вошел в 12 лучших. Теперь буду представлять честь Алтайского края на финальном конкурсе в городе Казани. Турнир стартует в понедельник, 5 июня. И продлится 5 дней. В планах у Алексея выложится на все 100%. В первом месте боец уверен и уже подготовил победный репертуар. От души я на весь самолет спою. Славься, Отечество наше! Валентина Аскерова, Егор Волков. День с толком. А вот барнаульский стилист Екатерина Волкова уже победила на всероссийском конкурсе «Персона года» в номинации «Лучший стилист-имиджмейкер». О том, как любовь к моде переросла в профессию, расскажем далее. Екатерина Волкова с детства интересовалась модой и смотрела тематические передачи. Много наблюдала за Александром Роговым, российским дизайнером и ведущим популярных телепроектов. Накопила деньги и прошла его курсы по Сталинку. Когда я обучилась у него, это было в онлайне, я вот как раз-таки ближе к 18 годам заявила везде, что я стилист. То есть я просто начала себя так называть и узнала, что есть конкретные услуги, которые стилист предоставляет. И в своем блоге я начала, да, в запрещенной соцсети Инстаграм, я начала рассказывать о том, что я стилист и рассказывать там, как сочетать, что носить. Екатерина рассказывает, прошли те времена, когда персональные стилисты работали только со звездами шоу-бизнеса. Профессионал может подобрать гардероб на любой кошелек. Своя самооценка у меня, конечно, поднялась. Я сменила имидж, я сменила маленько гардероб. То есть какие-то вещи у меня были, но я добавила для этого еще какие-то вещи. То есть мне получилось больше образов, куда можно выйти и как выйти. И теперь у меня нет такой мысли, что, ой, мне надо что-то срочно пойди купить. То есть мне нечего одеть. Екатерина признается, что давно мечтала попасть на красную ковровую дорожку. И вот это осуществилось. Суть премии «Персона» – собрать специалистов со всей России. Анкетирование, тесты, конкурсные заявки, предоставление портфолио, отзывы от клиентов и оценки членов жюри. Поддержать Екатерину на премию поехал ее ученик Сергей Исаев. Для меня это очень важно, поддерживать своего кумира, наставника. Я очень рад, что я вообще с ней познакомился. Для меня Катя – это супер-мегаперспективный человек. Она просто покоряет всех своей харизмой. И я думаю, что мне хочется быть таким же, как она. Формирование собственного стиля – непростой процесс. Нужна хорошая насмотренность. Екатерина советует понаблюдать за кумирами. Посмотрите журналы или фильмы о моде. Начните повторять, а там уже сами поймете, как составляются образы. Тогда вы сами сможете стать лучшим стилистом. Хотя бы для себя. Тарья Денисова, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...